Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение The Cat Lady, и сегодня мы начинаем мстить, и месть наша будет прекрасна. Правда вот тупым ножом, ловушкой для котов и картиной особо никому не отомстишь. Нужно найти что-то более подходящее, например... например ткань. Почему нет? Когда-то давным-давно это была приличная скатерть, сейчас это просто грязный лоскут. Берем Сьюзан, в хозяйстве все пригодится. К тому же мы можем, например, смочить эту ткань отбеливателем и задушить того парня внизу. Мне кажется это будет идеальное убийство. Ящик. В ящике похоже не меньше 20 бутылок отбеливателя. Господи, я в раю. 20 бутылок. Сьюзан, ты же поняла, мы возвращаемся сюда после всего. Обязательно. Как такое можно оставить? Так, а что здесь? Мне кажется я вижу чьи-то ноги. Это здесь они моются? Вода какая-то странная, словно смесь грязи, топленого жира и бензина. Да здесь они не только моются, они здесь еще и от избавляются. И видимо от газу на косилок. Что она делает в ванной? Все ржавое и склизкое. Черный дракон. Пест контрол. А, видимо они специально захватили этот особняк. Жил здесь когда-то обычный парень. Блэк Дрэгон. Его компания называлась. Он избавлялся от вредителей. Они просто пришли, отобрали у него одежду, машину, кинули его в ванну и все. Теперь они новая служба. Видимо они справляются гораздо лучше, чем он. Наверняка они ведь любят кошек. Я кажется вижу чье-то лицо и ключ. Вода выглядит совершенно отвратительно. От одного запаха меня с души воротит. Представляю. Слушайте, я даже ничего не успел разглядеть. Погодите-ка. Еще раз. Еще раз. А, ну теперь понятно. Так, ладно, берем ключ. Нет, я в эту воду руку не суну ни за какие коврижки. Чтобы достать ключ, мне придется дотронуться до него. Я в своей жизни повидал немало трупов, но этот самый жуткий всех. Ладно, давайте тогда заглушку уберем. Нет, я в эту воду руку не суну, ясно. Ни за какие коврижки. А я бы за коврижки был бы согласен. Почему нет? Так, ладно, тогда достанем тупым ножом или же ловушкой для котов. Да, это будет более использовать. А, сразу ключ. Отлично. Я думал, она заглушку уберет. Так, у нас есть ключ. А что за ключ там? Инвентарь, конечно, немножко неудобно сделан. Я не понимаю. Запасной ключ. А, все понятно. Выглядит как ключ от машины. Так мы можем уехать просто. И все. Сарай. Это садовый сарай. Чем-то его вид мне не нравится. Ммм. Оу. Какая вкуснятина. Остаться и посмотреть, и смотреться в комнате. Куски мяса. А может быть это человечина? Да. Наверное, я найду на этих полках что-то полезное. Но сперва надо, чтобы она ушла. Ну, давайте посмотрим. Такое увлекательное зрелище. Кисочные кусочки мяса. Не сочтите меня за каннибала, но когда-то нам учитель истории в институте рассказывала то, что человеческое мясо на вкус оно сладкое. Я не стал спрашивать, откуда она это знает. Но я теперь знаю, что оно сладкое на вкус. Так что вы теперь тоже знаете, друзья. Так, ладно, пойдем дальше. У нас есть ключ. Можем убираться? Хотя нет, я придумал самый изощренный способ для убийства, для мести. Пока что у меня не хватает парочки ингредиентов. Стол. Можно спрятаться. Пока что не будем. Видимо, еще понадобится. Так. На кухне мы все с вами посмотрели. Они эстеты. Любят вино. Лампа. Лампа горит, но выключатели от нее я нигде не вижу. Ну, пусть и горит себе. Так. Ступеньки. Там наверху одни только спальни. Пока что мне стоит остаться на первом этаже. Ладно. Как скажешь, Сьюзан? Я-то что? Что это за скрип был? Радио. Таких больше уже никто не делает. Раритет, однако. Окно. Ничего не вижу. Сплошной туман. Так я, может, и дорогу домой не найду? Может быть, не исключено. Диван. Старая штука, как и все в этом доме. Все в пыли и паутине. Знаете, а у маньяков всегда есть вкус определенный. То есть все такое раритетное. На это нет времени. Мне нужно разобраться, как выбраться отсюда. Всегда есть время просто посидеть и спокойно подумать. Темновато что-то. Красивая лампа. Включить. Ммм, ничего. Нужна новая лампочка. Надо поискать. Может, где и найдется. Ага, значит, лампы нету. Будем выкручивать тогда, что делать? Так, видимо, тоже, да? Да, тоже не работает. Так, нам нужны лампочки. Здесь есть, конечно, но... Вон там... А, там нету. Выкрутить лампочку. Отлично. Она слишком горячая. Я не могу до нее дотронуться. Ну, тогда чем будем? Тряпкой, наверное. Я бы, конечно, не стал. Небезопасно все-таки. Ну, ладно. Так, где-то еще одна была. А где ткань? Ага, вот она. Так, две лампочки есть. Может быть, еще парочку? Ну, все-таки раз уж зашли, взяли отбеливатель, взяли лампочки. Просто обокрали все по месте. Так, вставляем. Отлично. А, так это библиотека. Книги. У книг такой вид, словно их не открывали очень-очень давно. Может быть, их тут оставили предыдущие хозяева? Нет, эти закупились. А что это? Старая телефонная книга? Может, она и могла бы пригодиться, но я не знаю, чьи номера в ней искать. У меня же нет друзей, кому я могла бы позвонить с просьбой о помощи. Ну, например, там, не знаю. 0-1, 0-2, 0-3. Неважно. Это вещи десятилетней давности. И все равно я не знаю, что мне искать. Плохо не иметь друзей там. Так, еще одна. Телефон! Мы спасены! Старый телефон. Похоже, он еще работает. Звоним. На базе есть стикер с номером. Понятно. А, видимо, это ихний номер. Скорее всего. Так. Надеюсь, работает. Да. Позвонить в полицию. Отличная идея. Полиция. Как я могу вам помочь? Меня зовут Сьюзан Эшфорд. Меня похитили. Эти люди сумасшедшие. Они собираются сожрать меня заживо. Я не знаю, что делать. Пожалуйста. Вы должны мне помочь. Пожалуйста. Ваш адрес и почтовый индекс, мэм. Чего? Это не имеет значения. Меня похитили. Я не дома. Боюсь, нам нужен ваш адрес для того, чтобы подтвердить вашу личность, мисс Эшфорд. Хеллен Стрит, 12, квартира 4, EX4422DL. Все? А теперь, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Ради бога. Успокойтесь, мадам. Кто вас похитил? Я не знаю, кто они. Они не называли своих имен. Хотя нет, подождите. Он из контроля за животными. Водит белый грузовик. У него есть жена. Она на мое лицо отбеливателя вылила. Они просто безумные. Ни перед чем не остановятся. Я бы убежала, но это туман. И я не знаю, где я. У вас похитила женатая пара, так? Нет, это не просто женатая пара. Вы что, не понимаете, что я говорю? Эти люди серийные убийцы. Тут повсюду кровь и кости. То есть, часть это кровь кошек, но тут есть и человеческая кровь. Говорю вам, они едят бродячих собак и кошек, а также и людей. Они больные. Они меня с ума сводят. Это случай нарушения семейных отношений, мэм? Что? Нет. Вы знали эту пару до инцидента? Вы родственники? Господи, я хоть что-нибудь говорила, что могло бы навести вас на такие мысли? Успокойтесь, пожалуйста. Я только пытаюсь помочь вам, мэм. Для начала мне надо выяснить кое-что перед тем, как машину можно будет отправлять. Слушайте, просто отследите этот номер, и вы увидите, где я. Вы же можете, да? В фильмах так всегда делают. Уверена, вы уже видите мой номер на экране, так? Просто скажите мне услугу и вышлите в полицейскую машину, ладно? Конечно, мадам. Оставайтесь на линии. Это наша полиция. Вы были свидетелем жестокого обращения с животными? Что? Вы помянули кошачью кровь. Эта женатая пара была жестокой к животным? Если так, то я соединялась со службами защитных животных этого района. Вы согласны, мадам? Шутите? Нет, я не согласна. Окей, подождите. Вообще. Алло? Мисс Эшвард, вы еще здесь? Да, конечно, я здесь. По нашим данным, вы совсем недавно вышли из больницы. Вы сейчас все еще на лечении психиатра? Нет, это не так. Мисс Эшвард, пожалуйста, послушайте меня очень внимательно. Я могу соединить вас с дежурным врачом психиатрического отделения местной больницы, куда вас недавно доставили. Они могут помочь вам. Вам просто надо поговорить с ними, рассказать, что вас беспокоит. Я не сумасшедшая, гребаный придурок. Вот значит как. Вы просто не собираетесь помогать мне? У нас нет квалификации оказывать психиатрическую помощь, мэм. Вам лучше обратиться к врачам. Если хотите, я могу дать вам их номер. Или вам будет удобно позвонить самой? О, не, не беспокойтесь. Я сама обо всем позабочусь. Нет за что. До свидания. Что это было вообще? Ну, мы же сказали, мы сами обо всем позаботимся. Не нужно беспокоиться. Я сам уберу этот мусор. Так, кому тогда звоним? Так, позвонить на квартиру с Юзаном, отлично. О, нет. Нет, нет, нет. Черт. Я не могу вспомнить свой собственный номер телефона. Я записал его где-то дома. Он почти никогда не пользовался запиской. Ты помнишь свой индекс, ты помнишь свой адрес, но ты не помнишь... Свой собственный номер телефона. Удивительно. Удивительно. Так. Найти номер с Юзаном. Мой номер, кстати, тут есть. Надо бы его запомнить. Пригодится. Так. На квартиру с Юзаном. Давай же, Митси, возьми трубку. А... Алло? Слава богу, наконец-то. Митси, это я. Мне нужна твоя помощь. Что случилось? Вы где, мисс Эшфорд? Меня похитили какие-то психи. Что? Как это случилось? Етого вы спутились вниз проверить, как там кошки? Ладно, это не важно. Я объясню все позже. Эти люди маньяки. Они убийцы. Либо я, либо они. У меня нет выбора. Я нашла немного отбеливателя. Он напомнил мне о газе, о котором ты говорила. Я могу избавиться от одного из них с помощью газа и достать дробовик. Ты говорила, что это было довольно легко. Мисс Эшфорд, нет. Вы не можете. Послушай меня. Этот парень... Убийца. Он всего лишь... Паразит. Никто не станет его искать. Поверь мне. Полиция не приедет спасать меня. Слушай, я правда справлюсь здесь с дробовиком. Я... Но... Что за второй химикат, Миди? Ответь мне, сейчас же. Да, хорошо, я скажу вам. Это не ракетостроение. Вам необходимо немного пестицидов. Пестициды? Что ж ты раньше не сказала, что это обычная бытовая химия? Ну, вы бы не стали это использовать. Вы живете в квартире, высоко. О, это для частных домовладельцев или владельцев особняков. Все равно эту гадость можно купить в любом супермаркете. Отлично. Что мне с этим надо сделать? Просто смешайте отбеливатель с пестицидами. Убедитесь, что вентиляция слаба. И наденьте какую-нибудь химзащиту, противогаз или что-то вроде того. Хорошо? Хорошо. Отбеливатель, пестициды... Поняла. И противогаз, вы поняли? Да. Спасибо. Так. Ну что, можно то же самое сказать? Ладно, спасибо. Пожелай мне удачи. Осторожней, мисс Ашорт. Со мной все будет в порядке. Я большая и сильная девочка. Это будет не сложнее, чем в парке прогуляться. Могли, кстати, попросить ее позвонить в полицию, но мне кажется, ей бы тоже не поверили. Так, значит, пестициды и отбеливатель. Пестицины, пестицины. Ммм, где у вас тут завалялись они? В особняках должны быть. Все-таки все что-то выращивают. Так, наверх все еще не попасть, да? Да. Ясно тогда. У нас остается еще одна дверка. Главная дверь. Ага. Уходим, уходим, бежим отсюда, бежим. Мы можем действительно уйти, что ли? А, нет, 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 я не хочу, слушайте. Нет, может, действительно можно. Шатающийся кирпич. Часть стены сильно пострадала. Наверное, он как-то въехал в нее на своем фургоне. Так, вытащить. Но все равно вытащить кирпич голыми руками у меня не получится. Ясно. Что у нас есть? Тупой нож. Так. Угу. Если мы от них не избавимся, мне кажется, они все равно за нами приедут рано или поздно. Маленькое окно. А, на одной стороне окна разбито стекло. Вот откуда тянет сквозняком. Я вижу, как внутри мой похититель крепко спит на стуле. Так. Нужно чем-то заделать кирпичом. Плохая идея. Определенно этому найдется лучшее применение. Да, действительно, можно кому-нибудь башку... Ладно, я не буду сегодня жестоким особо быть. Так, тканью. Непонятно. Как это непонятно? Заткнуть надо это все. Картина. А, ну конечно. Это же было так очевидно. Это должно установить сквозняк в подвале. Ясно. Отлично. Так, машина. Все, уезжаем. Да? Обыскать фургон. Я даже рада, что было без сознания, когда он меня сюда притащил. Через окно видно, что там жуткий бардак и повсюду кровь. Но задняя дверь заперта. Интересно, не найдется ли, где запасного ключа? А ты об этом запасном ключе? Отлично. Господи, какая жуткая вонь. А это что? Похоже, этот идиот делает все, что ему велит его жуткая женушка. Он притащил сюда свой противогаз. Возьму его с собой. Когда я тут закончу, больше он ему никогда не понадобится. Так, отлично. Противогаз есть. Окно. Дверь заперта, но я вижу, что он оставил телефон на водительском сидении. Может, я смогу позвонить и позвать на помощь, если я доберусь до него. Ну, давайте попробуем. Так. Разбиваем тогда. Нет ключа зажигания. Нужно найти другой путь. Жалко взять мобильник. Мы что-то просто обворовали бедных маньяков. Открутили у них лампочки. Отбеливатель забрали. Противогаз. Еще телефон. А магнитолы там не было? Посмотри, случайно. Может быть, тоже бы забрали. Так, телефон. Позвонить. А, только на этот номер можно, да? А, ну понятно. Можно ее отлечь. Дверь кухни. Так. Ниталом под столом... Блин, да что ж такое? Ниталом под столом можно было спрятаться. Сейчас попробуем тогда. Так. Берем и звоним. Телефон. Так, позвонить. Только трубку не бросай. Ага. Прячемся. Можем, конечно, и на улице постоять. Как она услышала? В библиотеке звонит. На улице слышно. Хороший телефон. Так. Сюзан, пора текать. Друзья, в этой миссии действительно можно умереть. Но, правда, нам это не особо грозит. Мы просто начнем сначала. Так, что у нас здесь есть? Есть пестициды. Берем, конечно, баночку. Все. Человеческое мясо нужно было кусочек прихватить. Ну, ладно. Так, спрятаться. Есть. Четко. В принципе, мы могли бы с ней и поболтать. Наверняка она бы голос не узнала. Так, ну все. Тогда пестициды есть у нас. Отбеливатель есть. Идем сидеть. Противогаз тоже есть. Вентиляции нет. Все шикарно. Почему я ничего не вижу? Окей. Прокраситься. Так. Одеваем противогаз. Отлично. Ведро. Выливаем тогда для начала туда что? Отбеливатель? Угу. И пестициды. Набор юного химика. Не здесь. Как это не здесь? Да, как это? Подойди поближе. И двери закрой. Угу. Молодец. Какой приятный аромат. Мне кажется, для него это даже слишком, ну, быстрая смерть. Говорили ведь, она безболезненная, фактически. Ух ты. Сдохни. О, дробовичок. А мне казалось, у него двустволка была. А давай возьмем еще винтовку и пистолет. Слушайте, это так круто. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Черт возьми, мы так круты. Дорогая. Я иду. Автоматический дробовичок. Так, где она? Готовит уши. Наверняка. Да. Вот облом. Хе-хе-хе. Эм, дорогая. Где ты? Где ты, моя любимая? Ненаглядная моя. Ах! Хе-хе-хе. Оу. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сегодня я особенно жесток. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. На этом, друзья, все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Хе-хо-хо-хо-хо-хо-хо.